Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Сегодня во вторую неделю Великого Поста нам предлагаются два важных наставления. Первый из них в евангельском чтении, которое вы сейчас слышали. Это чтение нам продолжает весть, которая уже была в минувшее воскресенье, когда один из апостолов, только что признанных Христом, Филипп, находит своего друга Нафанайла и говорит, «Мы нашли того, о ком писали Моисей и пророки – Иисуса, сына Иосифа из Назарета». И позже, когда Нафанайл усомнился, может ли быть из Назарета что доброе, но когда Иисус сказал ему, «Я видел тебя сидящим под смоковницей, прежде чем Филипп тебя позвал». А, видимо, под смоковницей он либо читал священное писание, либо молился глубоко, но какой-то был очень важный внутренний момент в жизни Нафанайла, так что он, услышав об этом, понял, что это действительно непростой человек и воскликнул, «Господи, ты Сын Божий, ты Царь Израилев!» То есть нам благовествуется, в прошлом воскресенье он благовествовался о том, что тот воскресенье, которого мы ожидаем на Пасху, он не просто один из замечательных людей, он Сын Божий, через которого Бог приходит к нам, становится для нас близким. А в сегодняшнем евангельском чтении мы слышим повествование о том, что он имеет власть прощать грехи. Вот это известный эпизод, когда люди за многолюдство не могли войти в простой дом. Скорее всего, это был дом Петра, выходил на улицу прямо дверями, небольшой, трудно было это подойти, толпа. И вот эти друзья, которые хотели принести Иисусу, чтобы Он исцелил их близкого друга, расслабленного, тяжелоболящего, даже решились подняться на крышу, раскопать кровлю и свесить перед Иисусом. И Господь, видя веру их, говорит расслабленному, «Прощаются тебе грехи твои». Сидящие здесь законники, фарисеи подумали, кто же может прощать? Только один Бог. Этот человек богохульствует. Иисус почувствовал, что они так говорят себе. И говорит, что считаете легче сказать? «Прощаются тебе грехи твои» или сказать «Встань, возьми постель твою, иди в дом твой». Понятно, что прощаются грехи сказать-то можно, и это не видно, прощаются или нет. Только будут слова. «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», говорит расслабленному, «Встань, возьми постель, иди в дом твой». И Он точно встал пред всеми и пошел. То есть ясно Иисус тем самым как бы доказывает, что Он говорит гораздо более трудное. «Встань, возьми постель свою», а вдруг Он не встанет. Но нет, Он имеет власть. И эту и следует имеет власть прощать грехи. Что самое главное для нас, для каждого человека. Знаете, в конце первой главы Евангелия от Луки, когда по обещанию Архангела у Захарии рождается сын Иоанн, будущий Иоанн Креститель, он говорит, что в этом рождении Бог дал уразуметь народу спасение в прощении и грехов. Нам иногда кажется, что спасение в благополучной жизни, в прекрасных удовольствиях, в семья, работа, то да сё, это всё приходящее, это всё исчезнет когда-нибудь. А в прощении грехов, в этом спасение. Спасение от чего? От риска провести бессмысленно свою жизнь. Увлекаться развлечениями, прогулками, пятой, десятой, всё это, вот, работа, развлечения, прочее, телевизор, интернет, всё. Но с этим мы не уйдём. Когда мы закроются, наши глаза, на смертном одре, то ничего тут с нами не будет. Останется то, что мы совершали в жизни доброго, хорошего, помогали, любили, узнавали что-то прекрасное, шли навстречу Богу, узнавали Его, молились, познавали Бога, возрастали внутренне, что не только внешний мир, а вот этот огромный внутренний мир, который, так сказать, мы чувствуем нашим сердцем, он для нас становится реальностью и входит в наше сердце. Это радость в присутствии Бога. Это самая большая радость. И она достигается именно, когда Господь нам прощает наши всякие увлечения, неправды, глупости, ошибки, прочее, прочее. Тогда это всё отходит, и главным содержанием становится радость встречи с Богом. Радость любви, радость красоты, радость всего, что нам дарит Господь, самого главного, не временного, а вечного. И вот этой же теме посвящена и другая тема сегодняшнего дня, когда мы вспоминаем память святого архиепископа Фессалонийского Григория Паламы. Это был XIV век, и тогда у богословов шёл такой спор о познании Бога, о приближении к Богу. И некий Варлам, это западный епископ, он, как многие другие, говорили о том, что через познание мира, размышления над Богом, философия, размышления, вот через это рационально приходит узнавание и Бога тоже. Отчасти это правда. Равноблюдая красоту мира, изучая природу, мы поражаемся мудрости и чувствуем Бога. Но это ещё не всё, и это не самое главное, кроме тогда доступно, так сказать, не всем людям, а людям очень образованным. А вот познание внутренней, сердечной встречи с Богом достигается другим. И вот к этому времени уже сложилась такая практика безмолвной молитвы. Этих людей называли монахи, называли их исихасты, а исихия – молчание. И действительно, молчание – Бог говорит человеку. В молчании человек запознаёт то, что невозможно разумно объяснить, узнать и так далее. И вот это такое важное значение молчания, оно как бы утвердилось вот в этой второй неделе поста по вспоминаниям об этом Григоле Паломе, который в споре и, так сказать, полемике, его сторону приняла церковь монахи, что молчание действительно необычайно важно и для монашеского подвига, и, конечно, и для каждого из нас. Потому что, когда мы всё время увлечены оттуда информацией, там посмотрел интернет, посмотрел телевизор, посмотрел радио, послушал там ещё что-то, кто-то это сказал, то сказал, обилие информации. Но это только о внешнем мире. А о внутреннем мире нам важно именно вот ловить хотя бы 5-10 минут молчания. Попробуйте, вы увидите, как это трудно. 5 минут вот быть в молчании, слушать Бога. Вот митрополит Антоний, одной благочестивой даме, которая ему жаловалась на то, что она совершенно не слышит Бога. Она вот читает молитвы, всё, как не получает ответа. А он ей говорит, да вы же всё время говорите, вы же не даёте Богу слово вставить вам. Поэтому так важно действительно минута молчания. Давайте об этом помнить и вот принять это наседание поста. в этой неделе, второй неделе Великого Поста, первое назидание, что он тот, кто прощает наши грехи, освобождает от них. И он тот, с кого мы встречаем в молчании. Пусть это будет для нас очень важно. Будем искать возможные хотя бы 5 минут в день помолчать перед Богом. Аминь. Спасибо.